Приветствую вас. У любого человеческого поведения есть своя цель. Без цели человек не будет как-либо совести, да. Просто, иногда, зачастую, вот эту вот целью поведения человек не остановится. Человек просто не понимает. Он не понимает, зачем он так поступает. Он не понимает, для чего он так делает. Ну, не понимает этого. Вот. И, соответственно, из этого возникают подобные, подобные такие вот мистические представления, в какой степени, о том, что происходит с нами. Вот. Вы говорите про долги, да, вы говорите о том, что постоянно влезают в долги, но нужно понять, для чего вы это делаете, нужно понять, почему вы это делаете. Например, я могу, как психолог, определить, предположить, точнее, предположить, что речь идет о необходимости для вас иметь определенные ограничения. Что такое долг? Долг – это обязательство. Обязательство совершенно четко для себя дает понимание того, что нужно делать. что я непосредственно должен делать. И, соответственно, можно говорить о том, что вы чувствуете себя. Лучше, легче и так далее. Когда, знаете, что вам нужно делать. Но, когда этого нет, когда нет долгов, да, вы чувствуете себя более свободным. И это чувство, что вы более свободны. Оно вам не нравится. Потому что вы, вероятно, брат, не знаете, как использовать свою собственную свободу. Вы не знаете, как, ну, как действовать в этом случае. Как действовать в этой ситуации. Как себя вести. Ну, вот, мы не привыкли полагаться на себя. Привыкли полагаться на то, что требуют от вас другие люди. И в какой-то степени это является проблемой. Потому что вы, получается, все время находитесь в зависимости от людей. Вот. Отсюда и подсознательная необходимость будет в долгах. Только тогда вы знаете, как вам нужно поступать. И только тогда вы знаете, что вам нужно делать. В остальных, в остальных случаях, в других случаях. Этого знания у вас, к сожалению, нет. А вот, в принципе, так я думаю, можно ответить вам на вопрос. А-а-а-а-а, в которых выдаёте. Вот. То есть, это такое, вот, определённое сценарное, сценарное поведение. Вот. И, соответственно, его нужно корректировать. Понимаете? Тогда и в долгах. Тогда и в долгах. Потребность в долгах. Уидёшь. А вы в кониции чувствуете себя. Ну, гораздо лучше, понимаете? Вот такая вот история, вот так я могу вам ответить с точки зрения профессиональной психотерапии. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация превращается.